Всем привет! Благодарю всех тех, кто оказывает данному каналу помощь. Те, кто не оказывает, могут оказать. Под каждым роликом написано, как это сделать. Это очень просто, легко и приятно. И мне, и вам наверняка. Оказывать помощь зачастую еще приятнее, чем ее получать. Но, что я хочу сказать. Я хочу поблагодарить еще и тех, кто пишет о любимых своих группах. И когда ваши названия ваших любимых групп совпадают с названиями моих любимых групп, мне это приятно вдвойне. Потому что я тут же достаю пачку пластинок, начинаю ее показывать, рассказывать. И вот рассказываю... Ну что я рассказываю? Я не рассказываю, я просто болтаю. Болтаю о группе The Stranglers, которую мы все... Ну мы все, это наша компания. Компания, в которой я крутился, жил и проводил время. В этой компании было масса известных музыкантов, в том числе Виктор Цой, Андрей Панов, Борис Борисович Гривенщиков, и много-много кого еще там можно было встретить. Мы все безумно любили группу The Stranglers. Просто не то, чтобы с ума сходили. Мы с ума не сходили. Мы нормально слушали, вникали в эту музыку и не пытались даже сделать что-то похожее, потому что это заведомо был бы провал. Но в то время было бы так не сделать. Не было ни знаний, ни опыта, ни музыкального образования. Это я говорю про группу The Stranglers, между прочим, да? Которую многие считают панк-роком. Хотя это никакой не панк-рок, но у нас она тоже проходила как панк, по разряду панк. Ну как-то было похоже на панк. Хотя Stranglers никогда себя панками не считали и говорили о том, что ну так получилось, что мы играли в одних и тех же клубах вместе с группами там Sex Pistols и всеми остальными. И поэтому как-то нас так и называли панки. Хотя мужчины были серьезные, достаточно мрачные и... Ну не панки, в общем. Не панки, да. И кто бы мог подумать, я сейчас так прикидываю, что вот тогда там, в 81-м, в 80-м году, что в 2023-м я буду рассказывать молодым людям, незнакомым мне, о группе The Stranglers. Вот мог бы я подумать, когда мне было 20 лет, что в 2023-м году у меня будет пачка пластинок Stranglers, и я буду их вертеть в руках. И что вообще будут выходить пластинки Stranglers? Вот это 1998 год, например. Cup The Grace, 98 год. Я не мог себе даже представить, что такое будет происходить. Written in red. Тоже. Тоже уже конец 90-х. Friday the 13th. Пятница 13-я. Концертник. Этот концертник ругают в прессе, а мне он нравится. Это 97-й год. Тоже для меня 20-летнего. Это было чем-то неслыханным, что в 97-м году выйдет концертный Stranglers. About Time. Опять-таки 90-е. Ten. Вот это замечательный концертничек. Еще один. Dreamtime. Oral Sculpture. Но эта пластинка у нас уже была, проходила. Вот эта пластинка нам не попадалась никогда. The Gospel According to Man in Black. Она нам не попадалась. Мне она попалась. Я ее тут же купил. Это те времена наши еще. Это наши 80-е. Про Raven я уже рассказывал. Шикарный концерт. Вот этот X3. Замечательный. Тоже из раннего творчества. Ну это ясно. Это вообще классика. Black and White. Это наша любимая была в нашей компании. Шедевр. Хит всех времен и народов No More Heroes. С этой пластинкой мы познакомились с музыкой группы The Stranglers у Андрюши Панова дома. Эта пластинка была. Мы ее слушали, заслушивались. А сегодня я хочу показать вам... Ну вот Feline. Странный достаточно альбом. Сегодня я хочу показать вам пластинку. Вот эту под названием La Folie. Французское название La Folie. Наверное, так произносится. Я не знаю. 1981 год. И вышла она, в общем, после... После альбома... Где он? Вот этот самый. The Man in Black. The Gospel Accorded to Man in Black. Вот эта пластинка концептуальная. Можно ее назвать рок-оперой. Можно как угодно по-другому назвать. Про нее я расскажу отдельно. Но она была в комическом смысле провальной у The Stranglers. Слишком сложна оказалась она и для слушателей, для фанатов, для тех, кто любил первые три альбома, четыре The Stranglers, и для самих музыкантов. Потому что они как-то там закопались в этой сложной довольно структуре. И продюсеры сказали, давайте-ка, парни, запишите что-нибудь такое хорошее, чтобы публика к вам вернулась. И записали они в 81-м году вот этот альбом La Folie. Продюсером выступил, кто бы вы думали, Тони Висконти, знаменитый, который плохого не сделает никогда. Любую группу ему, да, и он из плохой группы сделает хорошую. А поскольку The Stranglers эта группа не просто хорошая, а отличная, все ждали, что будет какой-то просто прорыв. Прорыва никакого не нужно. У Stranglers все было в порядке, они стояли на мощной платформе уже популярности среди и фанатов, и просто слушателей. Потому что, ну, это очень музыкальная группа. Несмотря на жесткость, на мрачность, на этот флёр панка, они очень музыкальны, очень хорошо все в плане музыки там. Но, тем не менее, нужен был какой-то хит. Потому что здесь хитов не было никаких. Здесь была просто странная музыка. И Тони Висконти дана была установка. Записывайте каждую песню так, как будто это хит номер один. Каждая песня должна была стать хитом номер один. И что же получилось? Получился самый странный альбом The Stranglers. Хотя он, в общем, и был популярным. Он принёс, по крайней мере, один долгожданный хит Golden Brown, который звучал и на радио везде, и до сих пор во все сборники входит. И в сборники там, на удивление, сборники панк-рока. Там всячески разные сборники музыки The Stranglers. Golden Brown обязательно звучит. Но это такой тоже хит, ещё тот хит. Потому что, с одной стороны, это такой типа вальсик 6 восьмых. Но, как и всю пластинку, так и песню Golden Brown можно назвать спотыкач. Потому что идёт 6 восьмых, потом раз и 7 восьмых. И так вот. И Хью Корнелл, гитарист и автор всего произведения, говорил, что танцевать под эту... Это танцевальная музыка, под которую невозможно танцевать. Ну, невозможно. Приятная простая мелодия. Golden Brown. Да-да-та-тан. Да-та-та-тан. Да-та-та-тан. Да и потом раз, там, и сбивочка пошла. И всё. И вальсик уже не получается. Уже спотыкаемся мы. И всё. И придётся останавливаться и слушать, что же будет дальше. А дальше опять Golden Brown. Та-та-та-тан. И всё не так. И всё не так. Хотя, в целом, очень интересно слушаться. И вся пластинка, она так примерно и сделана. Во-первых, все песни не похожи одна на другую. Записано всё блестяще. Аранжировано с такой фантазией. Так накручено всё. При кажущейся простоте, при кажущемся минимализме. Там столько всего внутри, что мама дорогая. И вот эти постоянные спотыкания, запланированные, очень тонко прописанные, очень тонко придуманные композиторские. А они вот так вот не дают танцевать. Потому что первая песня нон-стоп. Она начинается так, как бы так, весёленько и хорошо. Потом пошёл ритм и всё. И мы танцуем, танцуем потом раз. И уже не танцуем, уже из ритма мы выходим, потому что ритм изменился. Всё уже по-другому. И уже танец замер. Надо начинать новый танец под ту часть, которая пошла уже в другом рисунке ритмическом, в другой структуру. С другим размером уже. Раз, а она снова заканчивается, возвращается обратно. А при этом как бы танцевальная песня. И как бы весёлая, как будто бы. Но эта веселость у Стрэнглерс всегда с налётом такого мрака. Внутреннего, взрослого, настоящего мрака. И ни одной песни нет, которая была бы написана на блюзовой основе. Либо же на основе такой европейской сонатной, типа Битлз. Или блюзовый, типа там какой-нибудь Дипёрпл, да? Привычная поп-музыка. Привычная рок-музыка. Такая легко ложащаяся на ухо. Ничего близко здесь даже нет такого похожего. Совершенно другая мелодика. Другой подход, другой взгляд. И кажется, что вся вот эта вот такая поп-рок-музыка, она какая-то ненастоящая и какая-то такая уже окуклившаяся в золотом коконе. И к жизни отношения не имеет, к реальной. А вот эта штука имеет. Это такая музыка из реальности. И, естественно, не похоже на то, что в золотом коконе. Everybody loves you when you're dead. Следующая песня. Все люди любят тебя, когда ты умер. Поётся здесь об этом. И тоже очень странно всё. Очень странно всё сыграно. Но странно как? Странно так, что первые две песни слушаешь, и сразу хочется их переслушать. Ещё раз. Чтобы въехать, ещё раз расслышать, как же там это всё играется. Потому что здорово, потому что интересно. Понимаешь, что это дико интересно, это затягивает. Но ты ещё не разобрался. Нужно вернуться опять на нон-стоп и опять две песни эти прогнать сначала. Они кажутся простыми, они кажутся такие весёленькие, танцевальные. Ничего похожего, всё не так. И мы слушаем снова. Отлично. Третья песня. Трамп. Две песни прогнали по два раза. Хорошо. Трамп уже похоже на этот золотой кокон. Уже рефрен такой прямо вот запоминающийся, ложится в голову, запоминается. Но после рефрена опять идёт всё не так. Опять всё не так, но не очень не так. Зато let me introduce you to the family. Оба-на! И начинается диско. Такое диско, ну рок-диско такое, с гитарами, с жёсткими. Гитара начинает чесать так, как примерно у Дэвида Бирна в Token Heads, но жёстче в четыре раза. Не по-американски, а по-английски. Жёстче, жёстко-жёстко пулемётно. Так и барабаны. А мелодия из ритмической вот этой коробочки вылезает и начинает гулять совершенно своими какими-то такими тропинками. И снова возвращаемся на Трамп и прислушиваем Трамп и let me introduce you. Чтобы врубиться, что там происходит? Врубаемся, идём дальше. The man they love to hate. Мрачная и прекрасная песня. И абсолютно не похожа ни на предыдущую. А, нет, самая-самая. Пропустил я. Действительно. The man they love to hate. Мрачная и прекрасная. А вот Ain't nothing to eat. Песня, которая идёт после let me introduce you to the family. Это чистый авангард. Это чистый авангард. И вся пластинка, она выдержана в стиле авангард, рок, диско, панк. Что ещё придумать? Это я как большой любитель деления музыки на стиле говорю. Потому что определить стиль этой, стиль, в котором записана эта музыка, невозможно. Здесь как бы и авангард, и не авангард, и классика, и диско, и всё, что хотите. Так вот, это, кстати, моя любимая. Ain't nothing to eat. Нет, любимейшее полотно здесь. Хотя Golden Brown тоже шикарная вещь. В общем, можно назвать это салатом, можно назвать это коктейлем, как угодно. Но в целом, это шикарный альбом. Он настолько разнообразный, настолько... Нет ни одной похожей песни. Нет ни одной песни, которая похожа была бы на любую другую из этого альбома. Они абсолютно все разные, и при этом они все Death Stranglers. Они все узнаваемые на тысячу процентов. Любую, с любого места в серединке ткнёшь и сразу слышишь Stranglers. Спутать невозможно ни с чем. Даже инструментальные кусочки, даже вот такая вот эта мелодика, какие-то атональные ходы, такие жёсткие и сумрачные, все весёлые мажорные куски, они все мрачноватые. Я всегда говорил, что самые мрачные песни, самые страшные, они все в мажорных аккордах написаны, выдержаны. От минора идёт только такая печаль, а от мажора идёт мрак. Всегда. Вот так вот. В общем, тут всё хорошо, но «Ла Фали» последняя песня, вторую сторону я не рассматриваю, потому что она ничем не хуже первой. Просто нужно послушать и понять. Но вот «Ла Фали» безумие, безумие в переводе. Она безумно достаточно, она очень медленная, такая трансовая даже, можно сказать. Хотя чётко лежит на ритме, такой медляк, и под него очень хорошо молодым людям танцевать с девушками, отчётливо понимая, что происходит полное безумие. Как и на всей этой пластинке, пластинка роскошная. И она, в общем-то, последняя из... Последняя пластинка из первого периода творчества группы Death Strandlers. Первого периода такого жёсткого гитарного. Потом пойдёт филайн, о которой я расскажу отдельно. Это уже какой-то такой декаданс. За что и выпью я сейчас пока.